Дисбактериоз кишечника Неоформленный, либо нерегулярный стул Склонность к послаблению, либо к запору А также те, кто хочет просто жить дольше Почему так жестко? Просто разделение микробов на полезные и вредные Это миф В кишечнике есть патогенные микробы Токсины, которые их могут нарушать Жесткую работу вашего организма И есть условно-патогенные микробы Которых чаще называют как сопрофитные Их токсины менее опасны Но при иммунодефиците Именно эти микроорганизмы становятся смертельно опасными Поэтому нельзя игнорировать тему дисбактериоза кишечника Или как его называют дисбиоз кишечника Даже при условии, что многие Такой диагноз не считают существующим Вместе с тем Если микроорганизмы в кишечнике есть Они неизменно должны оказывать влияние на ваше здоровье Что дает вам дисбактериоз кишечника? Вернее, что отнимает? Понятные ребенку потери Часть питательных веществ Белки, углеводы, в меньшей степени жиры А также витамины, макро и микроэлементы уходят на их питание Что вы приобретаете взамен? Если в кишечнике активно сопрофитная микрофлора Чуть больше полезных веществ и мало токсинов А вот если патогенная Много токсинов и дефицит полезных компонентов Незаметные сразу потери Но проверенные на лабораторных животных Сокращение продолжительности жизни Примерно 30% Это определил еще мечников Это много или мало? Вопрос философский Но при наличии дисбактериоза Человек проживает 2 дня по паспортному возрасту И 3 по биологическому Иными словами, скорость старения резко возрастает А связанная со старением организма болезни Омолаживается Что делать? Дисбактериоз кишечника имеет одно название И множество вариантов проявлений Что связано как с особенностями работы Вашей пищеварительной системы Так и силой любви к вашему организму Сотен видов разных патогенных микробов Большой бонус Хорошая работа вашей печени В которой находится примерно 30% иммунных клеток Вашего организма Помогающих очищать вашу кровь И предупреждать распространение дисбактериоза На другие слизистые В органах дыхания В мочеполовой системе На кожных покровах Улучшить работу печени Помогает и режим Частого дробного питания С правильным сочетанием продуктов В каждый прием пищи Чтобы продукты в большей мере Доставались вам А не патогенам Теперь вы знаете Что простое вздутие живота Может иметь отношение Не просто к ухудшению Качества вашей жизни И развитию различных заболеваний Но и к значительному сокращению Ее продолжительности Крепкого вам здоровья И разумного к нему отношения Редактор субтитров А.Семкин